Вот, собственно, почему я предложил провести так оригинальный сегодня семинар, и вот эти полчаса первые до спектакля посвятить разговору, мне хотелось немножко, скажем так, пригласить вас пройти за полчаса тот путь, который фонд шел сначала, так сказать, от момента образования 30 лет, от момента создания вот этого центра для детей-сирот с инвалидностью, с тяжелыми соматическими заболеваниями 10 лет, вот я пошел, так сказать, в сотрудничество с фондом 6 лет назад, 2012 году, в декабре, приехал, в ноябре, вот, и последние три года пошел театральный проект, я сразу хочу сказать, что я к театральному проекту отношения не имею, и наоборот, когда, так сказать, он начался, я так вздохнул, так сказать, чуть-чуть, вот, я отошел в сторону, потому что с 2013 по 2016 год это была очень сложная работа, я посчитал, что, наверное, я привез в фонд человек, ну не фонд, а вот в коэффициент, в гостях, вы знаете, человек 200 студентов, разных специалистов, художников, музыкантов, вообще всех знакомых своих, а исторически я занимался много педагогическими инновациями, поэтому как-то там, буквально, так сказать, по всей России знал разных людей, там авиашахматы, приезжали заниматься шахматами учителя начальной школы из города Садки, Челябинской области, вот, значит, и там действительно было очень много интересных людей, но, значит, это я, как бы, рассказываю про то, про работу, которая уже была, а интересный был вход в работу, да, там теперь можно посмотреть, вот, случай Паши, да, ну, в общем, это такой, можно сказать, достаточно типичный образ того ребенка, который находится вот в этом самом подопекой фонда. Когда мне предложили приехать на конференцию в этот фонд и сказали, что это дети, сироты с инвалидностью, с тяжелыми соматическими заболеваниями и поваленными тями умственной отсталости и задержкой психического развития, я сказал честно, что мы по отдельности каждой категории детей занимались, но все вместе, в таком букете, это нам не по силам. Кто не верит, можете зайти на сайт фонда, там до сих пор висит мой доклад на конференции в сентябре 2012 года, где я всеми руками и ногами отбиваюсь от этой работы и утверждаю, что нам ее не получится делать. Вот, то есть, действительно, казалось, что вот, хоть мы и оптимистами всегда были и верили в бесконечные возможности, человек, и в гениально скажешь, у ребенка, но вот тут, я сказал, все, вот здесь, наверное, проходит граница, вот тут уже точно, да, так сказать, ничего нам нельзя сделать. Вот, сейчас я присутствовал на таком мастер-классе учителей, которые работают с детьми в школе в рамках проекта «Учитель для России», может быть, вы слышали, такой очень интересный проект идет, вот, и мастер-класс проходил таким образом, значит, показывали вот эту вот, так сказать, картинку, это не я вел, это учитель для школы, и говорили, ну, вы спрашиваете с ним, ну, вот как вы думаете, вот сейчас этого мальчика 19 лет, вот что с ним происходит, как вы думаете, да? Вот он в 2013 году, в феврале первый раз пошел в школу, сразу в шестой класс, вот, ну, в общем, вот, и вот они, так сказать, писали свой прогноз, иногда не очень адекватный, говорят, ну, наверное, он может быть работать, что-то руками делать, мы говорим, да нет, руки-то как раз-таки и бездействуют, да, мышечная ткань при артерии гриппозе не образуется. Ну, вот, значит, потом второй был вопрос, а вот как вы, чтобы вы почувствовали, весь этот ученик пришел к вам в школу, чтобы вы почувствовали, что бы вы сделали. И тоже такой, ну, конечно, жалко, вот, да, что делать, но мы поговорили с детьми, чтобы они там как бы не обижались, родители, чтобы относились, понимали, ну, конечно, это тяжело, все. Ну, вот, а потом, значит, потихонечку мы показывали некоторые видео материалы, там, интервью, и, значит, на коляске незаметно в зал уезжал сам Паша, герой этого воргшопа, да, и, так сказать, давал тресс-конференцию. А вот, значит, сейчас он учится в 11 классе, вот, и, в общем, строит разные жизненные планы. А вот, значит, два очень хороших слова про культурно-историческую психологию. Потому что когда, так сказать, вот мы отнеслись к этому как задачи, все-таки найти возможность что-то сделать, какие-то создать условия для развития и образования детей, то в первый момент оказалось безнадежно. Вот у нас была такая гениальная, она, собственно, существует, но группа сама распалась, но Алексей Иванович Бородин в Новосибирске есть. Они говорили, ну, вот мы, развитие бесконечно. Но вот этот мальчик Петя, который, так сказать, да, вот, если бы он мог развиваться сто лет, он бы догнал своих сверстников. Но он не может идти таким темпом, да. То есть, так сказать, в самой теории культуры-исторично-психологии заложен механизм бесконечности развития. Об этом Петро Изинченко писал, да, потому что зона ближайшего развития это по определению пространства, где ребенок может действовать совместно со взрослым, успешно. А то, что он может делать успешно совместно, то потом может делать сам. И вот это и есть механизм бесконечного развития. Но вопрос стартовых позиций и вопрос темпинг. Понимаете, когда, так сказать, ребенок 10-13 лет проводит в больнице, в детском доме, так сказать, да, в лежащем преимущественном положении, то его социальный опыт, ему не только там умственная осталось, можно поставить, да. Вот, единицы прорываются, если читали Рубена Давида Гонзолеса, Гальего, да, но это единичный случай. Типичный случай, все-таки, так сказать, социализации не происходит. Ну вот, и вот тогда, значит, мы зацепились за фразу о вмышлении речи Глебоцкого, на которую никто практически не обращал внимания, кроме Людмилы Филиппе Абухова, я ни у кого не встречал. Ну, это цитаты, а за рубежом вообще ни у кого мы не нашли, что один шаг к обучению может означать то, что был в развитии. Вот. И еще эту фразу слышали в основном, а вот следующую за этой фразой уже никто, по-моему, не знает. Дальше Глебоцкий пишет, и это есть самый замечательный момент новой теории. Вот. А если учесть, что он пишет это примерно за 2-3 месяца до смерти, то понятно, что развитие эту мысль он не успел. Я у Екатерины Юрьевны Завишенко спрашивал, есть ли где-нибудь в записанных книжках что-нибудь про этот тезис? Она говорит, нет. Она все, так сказать, задокументировала, все сфотографировала, все проанализировала, ничем, никаких следов. И сама рукопись, к сожалению, утрачена мышление и речи. Вот. Если вы знаете. Хотя есть один человек в Италии, который ее видел, держал в руках, но, конечно, он не помнит, что там написано в этом месте. Ну вот. В общем, это покрыто тайной. Единственное только я могу сказать, что я сам нашел, откуда у Выгодского пришла эта метафора и как возникла эта мысль. в книжке «Исторический смысл психологического кризиса». Он говорит о том, что новый метод мышления, да, со ссылкой на Гринтану, один шаг в новом методе может дать тысячу шагов знаний. Вот. И вот он тоже в этом месте мышления речи, разуждает о методе мышления, говорит, что один шаг в обучении, чем-то новым может дать сто шагов развития. Вот. И тогда мы отнеслись очень серьезно к этой идее и подумали, что если, так сказать, мы сможем так выставить процесс обучения, ну, в идеале, чтобы один шаг в обучении давал сто шагов развития, может быть, тогда у этих детей появится какой-то шанс. Вот. Ну, а дальше уже, так сказать, опираясь на наше представление о, так сказать, то, как обучение может способствовать развитию, вот, не знаю, может быть, такая есть красивая картинка, многовекторная модель зоны ближайшего развития. Вот. Значит, вот в нижней плоскости с учебным предметом может происходить один шаг обучения, а сто шагов развития совершаются в пространстве, так сказать, когнитивно-личностных нового образования, интерферсональных отношений, в общем, и количество измерений этих аспектов, оно теоретически бесконечное. Вот. В этом смысле Владимир Петрович, да, так сказать, его фразу о том, что развитие бесконечное, можно понимать в двух смыслах. Один, что оно бесконечно, потому что можно никогда не останавливаться в этом развитии, а в здоровьем значении, что бесконечное количество этих измерений. Собственно, чем глубже проблема, да, чем она серьёзнее, если удастся прорваться через её эпицентр, тем больше эффекта развития она может дать. Вот. И случай выученный беспомощный, это, наверное, самый яркий случай, потому что, если человек прорывается через это, то уже, конечно, так сказать, перед ним открываются самые невероятные возможности. Вот. И вот сейчас она, так сказать, работа с этим театром, я открою, может быть, секрет, она идёт под девизом «Открывая неограниченные возможности». Вот. То есть этих людей называют люди с ограниченными возможностями здоровья. Да, это так, но это же те же самые люди с неограниченными возможностями развития. Вот. И дальше очень, так сказать, штрихами я просто обозначу, вот, поскольку имело отношение к этой работе, до театра, подчеркиваю, вот, идея была такая, вот как можно больше расширить пространство, вот разных видов деятельности, помочь ребёнку каждому найти себя, вот, в процессе освоения этих новых видов деятельности, так сказать, развивать разные способности, раскрывать их, умножать и преодолевать различные препятствия, исполнять пробелы. Ну, и первое, что мы сделали, это мы сделали школу, провели там летнюю... Нет, первое нет. Сначала мы играли в шахматы, наверное, целый год, потом провели летнюю школу, потом организовали школу, так сказать, настоящую для этих детей, вот, параллельно там были музыканты, художники, всякие мастера, так сказать, самых разных там промыслов, вот, значит, и дальше был счастливый момент, наверное, очень важный, о котором не следует забывать, вот, у нас появилась магистрантка Даша Зеленева на нашем курсе, которая была, по-моему, с юридическим образованием, база, юристом быть не хотела, хотел быть психологом, и вот на курсе моем основу научной деятельности, когда я предложил подумать над темой курсовых работ, которая им была бы интересна, они говорят, ну, я же не психолог, я там не знаю, что мне делать, ну, мне бы хотелось помогать детям, но я рассказал про Незнайку, это называется, в гостях у Незнайки, это центр, потому что первоначально он должен был располагаться на реке Незнайки, вот, но, вообще, я, говорит, умею делать анимационные мультфильмы, рисованные, я могла бы это делать с детьми, ну, отлично, и курсовая так и пошла, так сказать, на эту тему, потом магистрская диссертация, значит, возможности, так сказать, арт-терапии для развития вот таких вот сложных детей-сирот с инвалидностью, тяжелым с тематическим заболеванием, вот, и вот в первом спектакле, к сожалению, я не успею вам показать, но я вам дам ссылку, вы можете просто найти на ютубе своими словами его посмотреть, там примерно 30 спектаклей занимают ее рисованные мультфильмы, сама Даша уже закончила несколько лет назад нашу магистратуру, там работает психолог, и сегодня вы ее увидите в театре, узнаете, она постарше немножко остальных детей, Татя выглядит молодо, тоже раскрыла себе актерский талант, которым не подозревала, значит, и вот, может быть, благодаря, да, и что важно, в этих рисованных мультфильмах, дети сами делали рисунки, сами сочиняли сюжеты, и сами даже писали стихи, типа, хоу-хоу небольшие, эти истории были очень интересные, и вот сценарий спектакля своими словами, первый, который поставила Наталья Шевилкина, он был, собственно, о доме, о жизни в Незнайке, об их жизни, такой один день из Незнайки, такой спектакль, да, вот, и вот там были эти истории про любовь, этот спектакль был, разговор о любви, ну вот, и когда сначала все-таки театр, он был, ну просто, да, для развития, скажем так, детей, вот, занять каким-то серьезным делом, там, да, еще один шаг вот сделать, да, но когда поставили спектакль, и когда ее пригласили в Питер, поставили в театр инолитейным, и там была серьезная такая театральная аудитория, то вообще-то мнение было такое, что это не детский спектакль, это вполне серьезный профессиональный спектакль. И вот тогда Наталья Шиминкина всех поразила, она сказала, давайте поставим спектакль по поэзии Серебряного века, ну тут уж сказать все точно, ну это уже точно, невозможно, они, у них, вон, главный там, вот, это самое, тоже вы увидите, Дима, бедный Дима, 4 года, открою секрет, был, оставался на первом, в первом классе коррекционной школы, не переводили, потому что ему на ПМПК давали выучить исторические дяди Степы, он не мог выучить, вот послушайте, какие стихи он здесь читает, а вот, но она все-таки, так сказать, да, оказалась сильнее оппонентов, и предложил попробовать перепетировать, вот, я был на нескольких репетициях, честно скажу, я был потрясен совершенно, потому что я детей узнать не мог, вот, не раскрыли с какой-то совершенно другой стороны, вот, и, ну, ну, в общем, они поставили в Щукинску, детей пригласили поступать в Щукинск, в жилище, поставили в доме композиторов, их пригласили, так сказать, на сцене, бывать почаще, на сцене дома композиторов, сейчас Вишневый сад, вот, но я думаю, это специально поближе к нашему университету, потому что я говорю, что наши студенты не могут, ну, хорошо, вот, значит, и последний момент, значит, вот, Паша, конечно, это самый яркий случай, он сам про себя говорит, я один такой, конечно, вот, действительно, то есть, но, я, первые три года, я, наверное, не расставался с видеокамерой, я все время держал ее в руках, то есть, я снимал все, что можно, все подряд, там, детям давал, в общем, качества, конечно, разные, но вот вся вот эта вот динамика, да, она была, так сказать, на глазах протекала, да, и вот с Пашей произошла вот эта вот метаморфоза, когда он вдруг сказал, я понял, да, руки, ноги не двигаются, он сказал, я понял, мне надо самому придумывать для себя способы, и у него голова начала работать в этом направлении, и вот это такое стержень развития, да, когда в августе, да, первое, что я обнаружил, когда он вдруг начал сам есть пельмени, но сейчас, к сожалению, флешку эту почему-то не нашел, выложил, а вот где это, там всего на 11 секунд официальная запись, вот, значит, и, да, он сказал, я сам придумал способы, как есть пельмени, вот, ну, рисовал, писал, держа во рту ручку, правда, чуть не снижал, рвался, и за рту ручку, что-то, грязи ручку, не понимал, некоторые специфики, вот, но когда он написал в летней школе от 12-го года, когда я предложил дитям написать авторские проекты своего участия, он написал, хочу попытаться попробовать научиться играть на пи-у-ни-ну, я говорю, Паша, ну это уже как, там вообще это пальцем не играет, у тебя пальцы не двигаются, попытаться же можно, можно, и через 2 недели он играл собачий вальс на черных клавишах, стоя там на пианинах, ударяя костяшку, говорю, а почему ты играешь на черных клавишах, белых не могу, я белые нажимаю две вместе, я говорю, у тебя пальцы совсем не двигаются, он говорит, вот так, я говорю, этого достаточно, чтобы играть, а да, точно, я же могу бить по краю, он стал играть на белых клавишах, и даже прожил потом музыкальную школу, ну вот, значит, так, это что у меня, тут, я в 313 аудитории, сейчас еще, пока не в театре, да, да, я пойду в театр, там встретимся, вот, вот это, видите, он играет на пианино, в ортезах, между прочим, вот он играет на детали, а это он решил задуматься о своей будущей, прессе, и решил закончить курсы радиокомментаторов, Оля, да, да, вы приходите, просто, если спросят, говорите, что вы в списке Зарецкого, ну, хорошо, если получается, да, хорошо, в следующий раз, да, хорошо, да, пожалуйста, вот, ну, вот эта вот динамика, это я делал летом 2018 года, но она все время изменяется, этот слайд все время надо обновлять, потому что, вот, его уже пригласили осенью, после 11 класса в Чикенское училище, но он последний раз сказал, что он не пойдет никуда, поступать не будет, он год еще будет восполнять пробелы в образовании, а потом, скорее всего, будет психолог, вот, так что, вот так вот, ну, вот, собственно, и все, у нас еще есть немножко времени, и вы можете задать вопросы, про спектакль я специально ничего не говорил, чтобы вы его посмотрели, так сказать, вот, из всех людей, которых я туда пригласил, задержались надолго, в смысле, на все время, вот только Даша, психолог, и Алексей Ишеин, это сын моего друга, который в театре Станиславского в оркестре играет, ну, значит, тоже был свободный вторник, он сказал, что он будет ездить, вот, уже, по-моему, ездит лет пять, вот. Пожалуйста, можно, все, что хотите, можно спрашивать, надо переосмыслить, да, да, пожалуйста, Незнайка, это дом, это дом, в гостях у Незнайки, то есть, смотрите, там история была такая, сначала фонд, вот, создавался еще Александром Мениум, в 89-м году, его убили в 90-м, и фонд поздравил Лензиной Слатакова, который до сих пор президент фонда, значит, создали, чтобы лечить детей, потому что, у нас медицина очень сильно отставала, было огромное количество тяжелобольных детей, которые не получали помощь, тем более, что в 80-е годы страна разрушалась, беднела, так сказать, эти, так сказать, когда кризис начинается, в первую очередь, страдает именно самой выязвимой социально-вязвимой, так сказать, категории населения, вот, и, вот, его идея Александра Мениума была в том, чтобы организовать лечение для таких тяжелобольных детей, поэтому фонд был создан при РДКП, Российской детской клинической больнице, и, первоначально, усилия основные были направлены на это, вот, потом там уже появились таки ненадежные, хорошие спонсоры, которые были готовы помогать, видели эффект, понимали, так сказать, деньги не зря куда-то там уходят, потому что весь мир начал потихонечку помогать, Лензиной в 2006 году была женщиной Италии, вот, потому что с итальянскими, так сказать, врачами была большая дружба, они очень помогали, вот, так сказать, итальянцы так гордились, что они оказали помощь, что вот ее избрали человеком года, вот, и потом уже 10 лет назад, вот, поскольку психологически тяжело, понимаете, там, дети перенесли там по десятке, не одному десятку операций, да, то есть они постоянно находятся в стенах больницы, то есть развиваться и выздоравливать очень тяжело, а уж психологически, это, сказать, угнетающая обстановка, это понятно, они решились построить такой дом гостевой для детей, опекая его фондом, который назвали гостях у Незнайки, поскольку первоначально он был расположен на реке Незнайки, у меня помнится Женя этого слайда, сейчас я посмотрю, нет, здесь, вот, нет, где-то он был, я не помню, значит, и, не найду, ладно, вот, и, вот, этот дом, он сыграл первую роль, такую очень важную жизнь детей, как говорили, он любит это говорить, они эмоционально отогрелись, вот, то есть, они вдруг, вот, действительно, почувствовали себя дома, в другой атмосфере, не в больнице, то есть, не продолжая туда ездить, там процедуры, там операции, и так далее, но все-таки они уже находятся дома, вот, там тоже очень такой, но они там живут, это дети-сироты, ну, Пашу оставили дома, вот, оставили врачи, то есть, родители оставили врачу в доме, потому что, сказали, что он проживет, ну, дня три-четыре, максимумно, неделю, то есть, не женится, вот, и родители его, кстати, нашли через 10 лет, вот, из Липецка, да, значит, и, когда вот это вот, увидели, что такие изменения происходят психологически, и все, и дети развиваются, и как-то становятся другими, вот, конечно, тяжелая там обстановка, когда поступает новый ребенок, он сильно отличается, вот, чем-то это напоминает, наверное, Макаренко, кому мы, вот, ну, кстати, Макаренко во всем мире, считается, первый опыт психотерапевтического сообщества, там, можно сказать, что это именно психотерапевтическое сообщество, они сами себя так не называют, поэтому и так и называют, но реально, да, так сказать, дом выполняет эту функцию, вот, и, вот, как я уже сказал, в 2012 году, так сказать, следующий шаг был сделан, когда задумались о том, можно ли образование какое-то давать этим детям, потому что начали возникать парадоксальные ситуации, успехи медицины приводят к тому, что ребенку в 14 лет или в 16 снимают инвалидность, но у него никакого образования нет, и он становится вдвойне социально несощественным, он не инвалид, и он не, так сказать, социализирован, да, ни перспективности, ну, нету, что, ну, вот, хотя в больнице там существует школа, но это, конечно, не та школа, не та образовательная среда, ну, вот, вот тогда они сделали конференцию, посвященную социальным лифтам, как они называли, сказать, да, как все-таки могут вписаться в этот социальный процесс эти дети, вот туда уже, вот тогда я и попал, вот, ну, и вот здесь два таких, очень больших шага будут сделать, первый это школа, дети начали учиться, получать все-таки систематическое образование, потому что первоначально, тоже, опять же, я не буду скрывать, была идея, что может просто там договориться, нарисовать им, так сказать, диплом, и я снимал эти уроки в школе, когда сидит несчастный воспитанник незнайки, вот, в школе получает два, дома пять, в среднем три, но при этом, или там один мальчик говорит, познете со мной геометрии, я говорю, давай, что вам задали, нам задали теорему о равнобедренных треугольниках, я говорю, хорошо, ты знаешь, что такое треугольник? да, конечно, хорошо, а что такое точка, знаешь, да, нарисую, рисует точку, а что такое линия, знаешь, знаю, рисует линия, а что такое треугольник, рисует кугл, я говорю, ну, и как же, вот, мы будем заниматься, да, то есть, равнобедренный треугольник, не в зоне ближайшего развития, а он в седьмом классе, понимаете, Поэтому приходилось выстраивать целые стратегии компенсации пробел. У нас были учителя. Один учитель математики замечательный, Алексей Николаевич Антоновый из поселка Новоиглинский. Мы ее нашли, когда проводили на Урале разные мероприятия. И обнаружили там двух гениальных учителей. Наталья Юрьевна Абашева по русскому языку, который, когда начались в ЕГЭ, у нее там 94 средний балл в классе. И вот Алексей Николаевичу Антонову, которую математику знали все. И вот она туда приезжала несколько лет. Вела индивидуальную работу с детьми там. А Наталью Юрьевну меня тоже приглашали в летнюю школу. Так что оно, я говорю, там перебывало очень много людей. Вот. И вот сейчас можно сказать, что, ну, вот эта вот школа из выпускников проекта «Учитель воды», она вообще, по-моему, совершенно уникальная. Алло. Алло, Володя. Да. Да. Дом действует. Прямо вишневый сад. Там написано крупными буквами. Вишневый сад. Вишневый сад. Там написано крупными буквами. Я еще не там, но я сейчас иду через несколько минут уже. Нет, нет. Я просто сейчас в университете, но это один двор. У нас один дом. В одном дворе находится театр и университет. Ничего страшного. Там обычно задерживаются, вот, надеюсь, у нас. Хорошо. Давай, давай. Вот. Значит. Ну, в общем, наверное, да. Вот второй шаг, я уже сказал, когда появился театр, это совершенно качественно изменилось ситуацию. И вот уже мы, в общем, куда-то, не знаю, в космос улетели, наверное. То есть, у нас специальный дом неизвестен или специальный дом неизвестен? Да. Сначала построили дом, потом построили, решили сначала построить просто к вам, ну, многоквартирный дом, потому что дети растут, чтобы они начали там жить уже самостоятельно. Но поскольку площадь дома была большая, то мы решили полдома отвезти под школу. И, кстати говоря, театр тоже интересный. То есть, там была идея сделать спортивный зал, но получилось, что проект «Спортивный зал» на втором этаже, и это получилось глуповато. Вот. Поэтому его несли в подвал, и там образовался большой такой актовый зал. Туда занесли музыкальную аппаратуру, стали музыкальные вечера. Потом там же проходят репетиции всех спектаклей. То есть, это стало помещение для театральных репетиций. Летняя школа. Летняя школа, она по замыслу, она направлена на помощь преодолению ничемных трудностей. То есть, те, кто, так сказать, она многое такого назначения. Ну, мы вели летнюю школу с 96 по 2001 год в Пермской области. Именно для детей, которые не успевают в учебе. То есть, сюда учителя свозили всех своих неуспевающих учеников, мы свозили со всей страны людей, которые могут работать, и вот общими усилиями организовывали такое специфическое пространство. А вот, очень интересно на самом деле было, потому что, ну, например, Алексей Иванович Бородин из Новосибирска написал толстую книгу мемуаров. Он очень лауреант личной премии Сороса, самый такой знаменитый педагог, этот самый, абилитационный педагог 11-1-й. Он написал, что первая летняя школа была его самым сильным педагогическим впечатлением. Вот. Ну, и мы решили, что да, мы встроим эту работу вокруг преодоления учебных трудностей. Кстати, это Наталья Юрьевна Абашева. В 2005 году, это уже в другом городе летняя школа. Вот. И одновременно там идет трансляция, так сказать, технологии, так сказать, опыта искусства от опытных педагогов, так сказать, к менее опытным. У кого есть педагогов, что тоже есть учебные трудности. И одновременно образуются команды такие. Вот. Мы вот до 2001 года проводили, до 2002 года проводили школы летней в этой самой Пермской области. А потом уже узнали, что люди продолжают их проводить сами на базе своих школ. Уже никуда не выезжают. Просто, так сказать, организуют летнюю школу. Она пошла как технологии. Вот эта вот школа летняя в 2005 году была в городе Садки. А вот в 2013 мы начали проводить в Незнеке. Вот. Ну, вот я обычно туда приглашал студентов. Вот. А сейчас вот учителя, они... Это еще такое мероприятие по team building, по образованию. Вот. Учиться взаимодействовать. Потому что, конечно, здесь очень важно концентрировать усилия на эпицентре. Вот там было, если вы обратили внимание, на слими точка проблем на эпицентр. Да, эффект достигается тогда, когда, так сказать, как бы все усилия направлены в одну точку. У нас один из самых первых таких случаев был в 2006 году. Назвала девочкой умная, талантливая. Но абсолютно, так сказать, аутсайдер в классе. Такой с низкой самооценкой невероятной. И считала себя ни на что не способной, самой глупой и так далее. И вот мы договорились с учителями, организовали ей день успеха. Вот. Так. А у нее на самом деле были некоторые достижения. Ну, там рисунок, когда я по хвалению сказал, ну, рисунок все хорошие, стишки там сочинили. Ну, все стишки сочинили. Но когда она одна-единственная в классе решила логическую задачу, тут уже это было какое-то объективное превосходство над остальными. Да, и вот с этого момента у нее пошло, как бы, так сказать, начало меняться и представление о себе, и, так сказать, ситуация, ее позиции в классе, все. А потом еще она забила гол в футболе, и, так сказать, все было, так сказать, уже вечером до того же дня. Вот. Так что вот это, да, летняя школа такая очень хорошая вещь на самом деле. Мы стараемся проводить каждый год по возможности. Если будет желание, заявляйтесь. Но пропуск летней школы, авторский проект. Что я хочу сделать, чем я мог бы полезть детям. И что мне интересно. Вот. Ну что, еще есть вопросы? Извините, тогда я предлагаю на этом завершить. И желаю вам хороших впечатлений на спектакль-пост. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!